посмотрим наш свечок здесь довольно все просто а на одной струне между против все играется как видно все просто делаем сначала 1 2 перед тем как на первую долю попасть то есть и потом здесь да какие лады лады нам нужны на второй струне восьмой седьмой пятый третий и второй лад ну самые такие распространенные используемые наиболее часто тут хаммер он нужен нам то есть сначала делаем 1 2 1 то есть еще разочек 1 2 нужно сделать до 1 доли то есть очень быстро нужно сделать очень быстро нужно сделать и смотрите 1 2 1 потом хаммер после того как дернули на восьмой лад то есть 1 2 1 потом дергаем на пятый на пятом ладу вторую струну делаем хаммер на седьмой лад потом встретим на пятый остановка на пятом потом на пятом ладу делаем также быстренько два раза 1 2 1 хаммер он 2 3 хаммер он и и все понятно и когда уже начнет получаться этот прием делаем играем этот риф быстро если возьмете тем быстрее конечно же быстрее нужно будет играть но надеюсь все понятно очень простой риф только нужно попасть в ритм обязательно попробуйте под оригинал это 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 но там быстрее же идет постараться нужно под метроном может имеет смысл поиграть удачи дальше идет второй куплет на таких же аккордах которые только что смотрели и он играется боем который использовал в песне и невеста и в песне самая-самая крида как она звучит акурд б м дергаю бас вверх клапок резко делаю акурд бас вверх клапок на басе тут уже я подольше сижу и удар вверх на аккорде джи тоже дольше понятно б б м еще раз еще раз акурд а по сути три одинаковых движения бас вверх внутри струны хлопок и на аккорде джи тоже самое просто у них ритмика чуть-чуть отличается друг от друга если вы едете все будет отлично и поете уж мы с генкой и маринка ходили в маринку послушать чисто глинку портер туда-сюда там сразу без заминки в портере мариинки все поняли блондинки я прима и звезда в общем так играется второй куплет и припев второй я уже играю другим способом для разнообразия каким так же использовал в песне невеста анкрида аккорд д просто делаю по верхнему деку удар большим пальцем ребром делаю удар потом вверх указательным пальцем два раза на каждом аккорде главное расслабить левую руку не забудьте чтобы коротко звучало как в регги и получается припев на лабу тэнах на и восхитительных штанах на лабу тэнах на и восхитительных штанах на лабу тэнах на и восхитительных штанах как вы заметили в кавере я после вот этого для третьей и четвертой строчки играю вот такой бой то есть удар по верхней деке заменяю хлопком таким вот то есть очень просто раскрываю все пальцы ногтями проезжаясь блокирую ну в общем хлопок тот самый потом удар вверх и расставляю пальцы корт ем корт жи д а е g потом опять для перехода на следующий куплет ну перед этим конечно опять идет проигрыш после этого проигрыша начинается третий куплет каким способом я его играю каким способом я его играю боем он еще этот бой легче в один меня серяга на выставку ван гога там было телок много и денег как канат и нервы как канат очень просто дергаю бас три нижних и расслабляю пальцы то есть бэм тут смотрите бас же дольше звучит чем на аккорде g и на аккорде f диез вот здесь дольше на бэм на g намного резче бас сразу дергаю то есть тут на а тоже будет дольше на f диез будет короче еще раз бас водил меня серега на выставку ван гога там было телок много и нервы как канат очень просто еще раз напоминаю на аккорде бэм и на аккорде а можно играть чуть дольше бас бас видите ба хоп ба хоп ба хоп и да на этом кончается куплет и начинается припев каким же способом я его играю его играя еще одним новым боем скажите как я мог уместить столько боев в одной песне ну для разнообразия конечно же это нужно делать потому что ничего примечательного по сути в песне нет просто она стёбная и для прикола нужно всякие фишки на гитаре вставлять я играю при помощи приема palm mute в правой руке то есть местом чуть-чуть у нижнего порожка закрывая струны чтобы такой приглушенный звук был и на простых аккордах при том еще играя то есть д игра а е м g по базовым струнам просто бью это эффектнее было бы если бы я играл медиатор на лабу тэнах нах и восхитительно штанах на лабу тэнах нах и восхитительно штанах на лабу тэнах нах и вот уже на третьей строчке я меняю этот бой на вот такой его наиболее часто я встречал в интернете во время исполнения песни экспонат дергаю бас и три нижние струны вместе потом просто кулачком закрываю все струны то есть д а е м ж и 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 вот на этом ребята наш урок подошел концу разбор подошел концу и надеюсь у вас получилось разучить такую классную стёбную песню и вы ее будете исполнять так же как я и чтобы как бы небольшое спасибо мне сказать поставьте пожалуйста пальчики вверх если разбор понравился и еще одну новость хотел сказать внизу в описании под видео я оставлю ссылочку на свой курс о своем гитаре за семь дней которую вот в январе создал и сейчас могу предоставить его вам вот такой вот курс с нуля помогая всем изучить гитару и дойти вот до уровня любитель чтобы вы сами уже могли исполнять любые песни и разбирались во всех гитарных штучках терминах определениях способах игры в общем все все я там рассказываю всю базовую информацию вы там получите вот поэтому что хочу сказать если у вас сегодня не получилось что то вот из того что я вам показал не волнуйтесь вам значится нужно просто пройти мой оффлайн курс чтобы уже идеально играть на гитаре все фишки которые я показываю очень часто этот курс еще уникальны тем что там я раскрываю те вещи которые не показываю здесь на своих видосах поэтому переходите по ссылочке внизу в описании под видео комментируйте видео с вами был Раиль и до скорых встреч пока